Харьков 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 Во-первых, пассажиру это грозит однозначным повышением цены за проезд. Ибо создание одной или двух или нескольких всего-навсего объединенных каких-то мощных городских структур не даст возможности работать по упрощенной системе налогообложения. Какая бы налогоставка не была применена в данном случае к предпринимателю. То есть планируется создание некого числа крупных предприятий, перевозчиков, которые будут попытаться удовлетворить все потребности населения в перевозках таксомоторами. И соответственно будут они работать на общей системе налогообложения. Предприниматель же он освобожден от уплаты многих налогов, связанных с общей системой. Не будем их сейчас касаться, потому что все о них прекрасно знают. Так вот, предприятия, работающие на общей системе, и имея те же проблемы, что и частный перевозчик, малый перевозчик, будут вынуждены так или иначе повышать плату за проезд. А именно, та цена, которая сложилась в течение длительного времени на рынке, и которую мы усилием всех служб, в плане усилия наши сводятся к конкуренции между собой, вот таким вот образом мы ее сохраняем и поддерживаем, то она, естественно, не будет актуальна для крупных перевозчиков. Им придется оплачивать весь налоговый пакет, который существует сейчас, и возможно он будет еще усилен, и амортизируют их транспорт точно так же. Производственная база у них должна быть большая, соответственно, обслуживающий персонал, и медицинский персонал, и профессиональные ремонтные службы. Все это потянет за собой, повлечет за собой большие очень растраты. То есть себестоимость проезда возрастет настолько, что нынешние цены будут просто неприемлемы теми службами, которые должны будут работать под городским флагом, если такие все-таки будут созданы. Вот, кстати, служба такси Дмитрия Святоша не поддержала вашу акцию. Вы считаете, что там уже есть какие-то договоренности с городской властью? Ни о каких договоренностях между службой автоинвесстрой АИС и городскими властями мне о них ничего не известно, но, тем не менее, законопроекты, которые, возможно, готовятся к рассмотрению и уже готовятся к подписанию, они, в общем-то, ориентированы больше на их службу. Ну, не как таковую службу такси, а как таковую структуру, которая будет сейчас, она является одной из самых крупных таксомоторов служб города Харькова. И если все-таки этот законопроект будет принят, то частым предпринимателям ничего не останется, как в некоторой части их, естественно, закроется, не выдержав конкуренции, не конкуренции, вернее, там сейчас вопрос даже не о конкуренции, вопрос о том, что в свете этого закона также будут применены критерии, некие критерии к автомобилям, таксомоторам, то есть это будет ограниченный цвет, ограничения по годам выпуска, возможно, по объему двигателя, но еще не знаю, какие еще ограничения могут ввести в этом случае. Вводить их будут, естественно, под те предприятия, которые будут, с которыми так или иначе, будет не то чтобы сотрудничать с горосполковым, а, мне кажется, в той или иной степени он будет их контролировать. Понятно. Владимир, вот в Харькове тысячи мужчин, не только, кстати, мужчин, но и женщин, которые имеют профессию достаточно сложную, ответственную, профессия таксиста, профессия, которая требует определенного умения общаться с людьми и при этом высокого профессионализма именно как водителя. Скажите, пожалуйста, вот идеи городской власти, как они отразятся на вас, на вашей семье и на семьях тех людей, которые с вами разделяют профессию? Ну, прежде всего, я хочу обратить внимание, что на сегодняшний день большинство таксистов города Харькова уже купило у нашего государства право заниматься перевозкой. Я для себя ее купил уже давно, то есть я на законных основаниях занимаюсь этим видом деятельности. И теперь, благодаря этим изменениям, я стану официально безработным. Почему? Альтернатива следующая у меня. Либо пойти на вышеперечисленное какое-то предприятие, где уже предприятие, директор предприятия будет говорить о том, что на какой машине мне ездить, на какой зарплате, по какому графику. Мне это очень неудобно. Сказать, что я буду безработным, моя семья будет голодать? Нет, это неправда, мы все взрослые люди понимаем. Я буду работать точно так же, скажем так, под черным флагом. Я закрою своего частного предпринимателя, выброшу эту лицензию или повешу у себя ее на стеночке, буду на нее смотреть. И буду так же работать, но не платя налоги, убегая от контролирующих структур и все остальное прочее. Я думаю, мою мысль поддержит большинство людей. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, сегодня на площади присутствуют люди еще одной достаточно необычной профессии. Я попрошу зайти сюда Бориса. Борис, вы правозащитник. Что вас привело сегодня на эту площадь? Дело в том, что тут речь идет о двух преступлениях. Одно преступление против среднего класса, другое преступление, вот мы возле палаточного городка, против харьковчан, против их права на выбор. Налоговый кодекс направлен на то, чтобы уничтожить средний класс. То есть уничтожить свободного человека, который умеет зарабатывать деньги. Превратить его в раба, заставить его работать на дядю. Борис, у нас остались буквально считанные секунды до конца эфира. Скажите, пожалуйста, с точки зрения правозащитников, людей, которые анализируют ситуацию и стараются ее предугадать. Вы считаете, что на вот этом палаточном городке, на вот этой вот акции протеста таксистов, это закончится? Нет, я считаю, что это не закончится. Более того, если власть будет дальше так давить на общество, то это приведет к социальному взрыву. Поэтому я бы посоветовал им одуматься. Большое спасибо. Уважаемые харьковчане, я напоминаю вам, что мы ввели прямой репортаж с Харьковской площади свободы, где сегодня рядом с палаточным городком проходила достаточно шагомасштабная акция протеста харьковских предпринимателей и харьковских таксистов. А также напоминаю вам, что завтра на этой площади состоится общегородская акция протеста. Я не прощаюсь с вами, говорю вам до свидания, до завтра. Удачи. Субтитры подогнали Симон.